Когда-то, я люблю вспоминать старые афоризмы, которые у нас очень многое значили в политике, в инициативе. Помните, по-моему, Владимир Викторин произнес с трибуны Верховной Рады, говорит, вам шашечки или ехать? Очень красивая и часто правильно использована это очень точная фраза, так вот, если мы говорим о преобразованиях в Украине, история Майдана, это история, оно моим языком, моего образования, это история украинской буржуазно-демократической революции. Трижды проходили большие циклы, два Майдана, третий электоральный Майдан, они стали символом того, что бурлило в обществе, какой запрос был в обществе, были движущие силы, с которыми стали возможны, вот, собственно, картинки, которые, да, нас приучили наши глаза, это, собственно, Киевский Майдан. Но это мелко-буржуазная революция, трижды преданная. Объясню почему. У каждого эволюционного процесса, который подхватывается обществом, да, его можно пытаться манипулировать, управлять, но это все возможно потому, что в обществе есть стихийно формирующая общая повестка. Была повестка и остается повестка вот этих майданных событий, связанных с незавершенной Киевской эволюцией. Это вопрос свобод заказ предпринимателей, это вопрос самоуправления, поэтому городские классы, это вопрос свобод политических информационных, это образованная молодежь, все те, кто, собственно, каждый раз включался в процесс. Почему я говорю о преданных? Потому что каждый раз, когда поднимался самая активная часть общества, политики, вместо того, чтобы опираясь на вот этот подъем самых активных граждан, часто в радикальной форме, решать по существу, то есть отвечать. Делали, как коврик выдергивали. Я назвал этот фильм реэволюционными петлями. Они подменяли задачи революционных настроений тем, что нужно поменять власть, не меняя ничего по существу. В сухом остатке каждый раз это приводило к чему? То, что мы обсуждаем часто. Майдан – это технология, ничего не подтверждается, опять обманули. Но дело-то в том, что это не уникальный украинский феномен, вот такая революционная петля. В истории целый ряд случаев, когда те, кто у экономической и политической власти, видя, что закипает чайник и боясь этой улицы, пытались вовремя перехватить и направить. Кстати, так было со знаменитой русской революцией февральской 1917 года. Заговоры чуть ли не масонские, значит, и боязнь, что сейчас, если мы не успеем гришку убрать и поставить правительство от прогрессивного блока, то нас накроют медным тазом. Ну, кстати, в сухом остатке это кидал. Но, тем не менее, вот февральская революция – это была попытка вот на упреждение, чтобы, значит, солдаты не вернулись. Не успели немножко. Так что это не оригинальная история. Вопрос состоит немножко о другом. Кто подсовывает президенту эти формулировки? Я не исключаю, что Майдан-3 может фигурировать в каких-то записках каких-нибудь кириенок. Так это их проблема, это они там планируют себе какие-то подрывные информационные операции. Но Майданы – это революционный, прогрессивный украинский процесс. Сам Зеленский победил в ходе выборов, которые назвали электоральными Майданами, напомню. И с которым связывали что? Мир, дальнейшую демократизацию, борьбу с коррупцией и новое поколение, европейское поколение в политике. Вот повестка была его собственного Майдана. Я считаю, что больше услуги, в кавычках, чем вот такого рода подсовывания ему тензиса, вообще не придумаешь. Кто их постоянно подставляет, это вопрос риталлический. Практическая сторона. Я в прошлых интервью прямо отвечал, что я не вижу, в отличие от событий начала 2000-х, у которых длинная борода, связанная с киевсом режима Учмы, связанная с делом Мельниченко, помните, огромная кампания Украины без кучмы, помните, хождения были по всем городам, Украины без кучмы, с запросом на реформу политической системы, кульминация которой, выборы 2004-го, поэтому Майдан первый был не вдруг, он формировался, в 2004-м году мы выпустили доклад весной, по-моему, в мае, который назывался «Утрострелецкая казнь по-украински». Ему еще поковыряться можно найти в интернет, и мы писали о революционной ситуации, мы тогда еще не представляли, конечно, какой будет расклад, и уж тем более, что будет все это. Ну, то есть вы опровергаете революционную ситуацию в Украине. Значит, я опровергаю то, что в Украине формируется революционная ситуация с возможностью нового Майдана процесса. Но, но, и вот этот важный момент, так как мы с вами говорим о явлениях и что за ним. Когда-то, я апеллирую опять к этим определениям, мы говорили о феномене военного общества, в котором новая движущая сила, люди войны. Дело в том, что военное общество – это не вообще все, это не вообще положение, это та активная организованная часть, которая участвует, включена в мобилизационный механизм, который обеспечивается государством в условиях военного хозяйствования, военных практик, ограничений и так далее. Из военного общества попадает довольно большая часть физически, общество, которое оказывается как бы временно десоциализировано. Это обыватели, это переселенцы и эмигранты, это та часть, которая заняла пассивную выжидательную позицию. То есть, грубо говоря, это пассивное гражданство. И ничего плохого вроде бы нет, потому что военное общество по мере разворачивания событий как бы волейно-немолей втягивает все большую и большую часть людей с какими-то ролями в систему отношения военного общества. Если бы не одно «но». Если с военным обществом эта часть не включенная, пассивно выжидающая, но, скажем так, не агрессивная, то есть не активная, не связанная с какими-то угрозами, то произошли метаморфозы в самой политической элите, которая разделилась на две части. Модераторы войны и большая украинская шляхта, которая пользуется войной для сохранения совоположения. В чем это выражается? В богатых семьях, которые сохраняют своих деток, покупают Мазерати, продолжают жить нормальной светской жизнью стартами по 100 тысяч, грубо говоря, элита живет вне военного общества, и их проблемы закрывают только, условно говоря, узкий круг менеджеров. Это, собственно, военная и часть политиков. И вот возник реальность, сначала это было социально-психологическое напряжение, когда эти контрасты невозможно уже было скрывать, когда возникло уже очевидное такое представление, что на самом деле новая шляхта просто использует общество как вот это казачество, бросающее на войну, жируя на это и не собираясь сами воевать. Ну, а сейчас это уже доходит до уровня социального конфликта. То есть, грубо говоря, это классическая проблема социальной несправедливости. Проблема состоит в том, что недовольные не являются революционной силой. Это бурчащие, это возмущающиеся, это те, кто могут, конечно, постоять, покричать, потому что они не в состоянии формировать революционную повестку. Но эту картинку можно показывать, на этих настроениях можно спекулировать. Грубо говоря, можно разгонять информационно-политическую волну. И с этим есть риск. Для правителя, который столкнулся с этой проблемой, у него два пути. Либо занять позицию реакционную, использовать инструменты террора и просто подавить пар. Но он будет бороться с обывателем, потому что все активные на войне или рядом с войной, они мобилизованы. И он, борясь с возмущенным обывателем, вольно-невольно будет представляться как защитник вот этой жирующей шляхты. Либо же он предпримет меры, связанные с наведением порядка, если хотите, реорганизацией в сфере элит. Это, кстати, будет ответ на запрос общества. Это вопрос коррупции, это вопрос дисциплины, военной мобилизации. Риторический вопрос, способен ли нынешний состав власти вот так ответить на запрос. Ну, способен. Смотрите, начальника сил специальных операций уволили, замначальника службы внешней разведки сегодня уволили. То есть, мы видим, как идет какая-то определенная работа в этом направлении. Это же тоже элиты людей войны. Нет, это немножко о другом. Просто главный риск, с которым сталкивается Зеленский, это не организованные мелкие протесты и не неприятная ему информационная волна. Нет протестов, они вне закона. Понимаете? Они вне закона. Есть протесты только тех, кого надо. Главный риск Зеленского президента сейчас состоит в том, что если он займет консервативную позицию защиты тортов по 100 тысяч, он создает условия для будущего социального бунта, который возможен через цикл. Почему? Потому, что у этого бунта, может быть, у нас только один есть серьезный носитель бунта. Это люди войны. Их сейчас нет в общественной и политической жизни. Они все на фронте. И вот чем больше режим будет занимать защитную позицию, игнорировать реальную повестку, тем больше станет воплощением вот этого вот, вот этой вот новой жирующей шляхты. И отвечать на это будут не люди, которые сейчас появляются в виде стихийных протестов или в информационном пространстве, а люди войны, потому что они сейчас самая активная социальная сила. И они потенциальная сила революции. Которую сжигают на передовой. Погодите, если мы так стратегированием занимаемся. И заметьте, что мы сейчас уже говорим не о Майданах. Мы говорим о тех социальных процессах, которые возможны, если чего-то не делать. То, как поступает Зеленский, то, что он говорит, я не знаю, почему, его поставили в самую консервативную позицию. Он борется с русским, с Майданом-3. Он не отвечает на запросы, за которые этот кризис возник. Потому что враг Кремль, и мы тоже об этом говорили, но казалось бы, что у нас все меню готово было. Враг работает с нашими слабостями. Он их не придумывает. Он работает в режиме кислоты, которую наливают в ранки. Задача наша не отмахиваться от кислоты, а не допускать, чтобы раны появлялись. Но если я вижу, что вместо этого идет махание веником, кислота уже льется по всему телу, уже куча ран. У меня вопрос. Они или самоубийцы, или кто-то их провоцирует. Более того, когда президент говорит о Майдане-3 публично, да еще иностранному изданию, извините, но в этой ситуации это еще выглядит как попытка шантажа Запада. Мол, если сейчас нас не поддержать, то у нас будет Майдан-3. А кто сказал, что на Западе смотрят на Майдан-3, как на негатив? Если Майдан для американских советников, политологов, это тоже демократический процесс в борьбе с коррупцией и прочим. Поэтому я еще раз повторюсь, реакция неадекватная. Будем считать, что это ошибка технологов, а не злой умысел. Розыгрыш карты Майдана-3 из уст президента. Предпреждать нужно не социальные бунты и игру врага, а прежде всего недопущение тех ран, из-за которых растет пока тихий, пока еще не революционный, но протест среди обывателей и людей не включенных, но которые на себе испытывают цены, которые на себе испытывают кучу ограничений, которые переживают страхи со странной мобилизацией, напоминающей рабовладение внутреннее, и которые не слышат ответа от власти. Вот на эти настроения уже может наслаиваться будущая революционизация.